В зале композиторы, музыканты, поэты, писатели, преподаватели, библиотекари, многие обладатели почетных званий и лауреаты конкурсов, в том числе российских и международных. Но говорили не о высоком. Сергей Сергеев призвал задавать волнующие людей вопросы и открыто отвечал на них. На слуху проблема вывоза мусора, с которой курорт столкнулся в пик сезона. Глава прокомментировал ситуацию. Немногие знают, что мы вот еще неделю назад стояли на пороге коллапса. Разгар курортного сезона, в суде рассматривается вопрос о закрытии сортировки для твердой бытовой зарплаты. И нам их просто некуда везти. Все, город, мусор, ну и сельские населенные пункты даже больше, в большей мере. Где в цивилизованной стране, если аэропорт умешает звалка, а заявитель, транспортный прокурор, защиту аэропорта, безопасности аэропорта, что надо было сделать? Ну, конечно, на аэропорту надо было построить новую свалку и сказать, ребят, вы отсюда уходите, вы мешаете нашей безопасности. Увеличение тарифа – вынужденная мера. Мусор вывозят на полигон Вабинск за 170 километров вместо прежних 40. Компенсировать населению разницу в оплате – справедливое требование к частнику. Но ответа нет, и отстаивать интересы муниципалитета администрации приходится в суде. Удалось выиграть два месяца, не допустив коллапса. За это время определят место для переноса площадки. Кроме того, появилась перспектива построить в городе новый полигон. Для всех людей здесь тариф будет снижен, потому что мы перестанем возить в Америку. И сделаем это с муниципалитетами счета. А потом выставим на конкурс, и пусть придет бизнес, и платят нам арендую плату. Вам на бюджет. После обсуждения вопросов бытовых, все-таки перешли к профессиональным. Педагоги спросили, можно ли расширить первую музыкальную школу. Пианая, фольклорная, академическая пиана. На всех инструментах, кроме, вероятно, АФР, мы проводим учения. У нас очень хороший эстрадно-симфонический оркестр. В прошлом году он занял первое место в крае. Большое? Да, 30 человек. Народный оркестр 40 человек. Мы очень часто выступаем в крае, в наши коллективы, на хорошую щиту. Глава предложил решить вопрос не пристройкой к основному зданию, а выделением помещений в другом районе города. Директор назвал вариант приемлемым. Мэр также пообещал содействие в приобретении музыкальных инструментов и высказал принципиальную позицию – не должен быть закрыт ни один социальный объект на селе. Десяти главам сельских округов, я говорю так, если вы потеряете хотя бы один коллектив из отрасли культуры, и это будет сделано по вашей недоработке, вы сами будете играть у меня на баяне, плясать и так далее. Поэтому я действительно так думаю, и они видят, что я не шучу. Со слов главы города, работники культуры являются хранителями истории и традицией, во многом благодаря ауре, которую формируют те, кто собрались в зале, у города-курорта есть круг почитателей в разных уголках России. Глава призвал поддерживать эту связь.